Ты один такой Если в поисковой системе ввести русское мужское имя Слава, то, как ни странно, первые несколько страниц это информация о шикарной брюнетке Анастасии Владимировне Сланевской. Сегодня на простые вопросы отвечает она. Слава. Здравствуйте, Слава. Здравствуйте. Или привет, как лучше, на вы, на ты и сразу. Да можно на ты, конечно, потому что мы практически одного возраста. Ну, первый раз в Благовещенске, да? Да, первый раз в Благовещенске. И очень рада вообще к вам приехать, потому что город с замечательным названием, очень красивым. Единственное, что с погодой нам не повезло, но ничего страшного. Зато мы очень хорошо сегодня выспались. Ну, повезло в другом. Давай сразу начнем. Новость дня или новость недели, новость месяца, ну, можно сказать, что новость года. Новость всей жизни, я хочу сказать. Да, твоей. Да, моей всей моей жизни. Нет, просто давно мечтала, хотела, но последние два года уже отчаялась, потому что пытались, как-то все это было четно. Мы уже хотели даже обращаться к врачу. И тут вот все получилось, да, я жду малыша. На концерте в городе Благовещенске, слава, всем сказала о том, что она... Я вот так же стояла-стояла с детишками, мне со мной танцевали, танцевали. Теперь я тоже жду моего малыша. Ваш город первый, я говорю, прям благая весть такая, и ваш город первый, кому я сказала, сообщила абсолютно искренне. И даже не думала, что это попадет во все интернеты. Мне позвонили потом все телеканалы российские, газеты, все хотят эксклюзив, все. Я говорю, нет, ребята, я не даю никаких комментариев по этому поводу. Да, эксклюзив получил город Благовещенск, и вообще я даже не знала, что это куда-то выложит. А сегодня у вас уже по всем телеканалам в новостях. И весь интернет, мне звонит сестра, мама, вот там практически еще даже на Москве, мало кто знал об этом, потому что совсем маленький срок. Но я, нет, я счастлива, что если кто-то за меня рад, я тоже очень рада. Мы рады, мы рады, поздравляем. Спасибо. Слава, но сразу вопрос, ну в положении не боишься гастролировать? Или это такой стресс, это напряжение? Нет, ну я считаю, стресс, он всегда как бы, да, стресс, гастроли, конечно, это очень тяжело. Маленькая жизнь внутри зарождается. Да, тем более сейчас у нас вообще сумасшедший дом, у нас на год вперед все расписано. Думаю, придется что-то, наверное, менять в конце уже, когда уже совсем как буду, как этот бегемотик бегать там по сцене. Вот, ну я не знаю, нет, я считаю, что беременность, это, во-первых, не болезнь, а человек активный. Если ты ведешь активный образ жизни, то ничего не надо менять. Ну то есть это не риск? Ну, я считаю, что это не никакой, ну нет, ну я даже вообще о рисках даже не хочу говорить об этих словах плохих. Вот, я думаю, если все хорошо... Ну, не высыпаться, переход времени, 6 часов разница с Москвой. Ну, это нормально, господи, почему можно поспать там в самолете? Вот сегодня мы отлично поспали в гостинице, то есть, ну я считаю, что как ты себя будешь чувствовать? То, что и вот это... Многие девчонки просто отмазываются, ой, я беременная, принеси мне то, у меня нога, почеши мне здесь. Вот, я считаю, что если у тебя есть возможность, как твои физические силы тебе позволяют, и активность организма, и настроение, вот, то надо работать, надо веселиться, надо жить там полной жизнью. Ну, конечно, надо себя в чем-то ограничивать. Вот я, например, уже не могу таскать сумки, мне помогает Лена, мой директор, Ли Юра, звукорежиссер. Потому что мое платье, вот, которое вчера было на концерте, весит, стоит, оно стоит столько же, сколько и весит, да. Вот, весит практически 15 килограмм, то есть, ну, там очень тяжелое платье, поэтому сейчас придется менять какой-то, видимо, гардероб, там что-то, там какие-то валанчики придумывать. Ну, то есть, для тебя это не проблема, и, насколько я понимаю, после родов ты собираешься возвращаться на сцену? Конечно, нет, конечно, мы сейчас пишем песни с Витей, вместе с Виктором Дробышем, вот, как одиночество, мы решили, как бы, совместно работать, я пишу слова, он пишет музыку, будет очень хорошая, позитивная песня, красивая она практически написана, вот, я приеду, мы допишем ее, то есть, мы работаем, мы будем сейчас снимем клип, пока еще, у меня небольшой животик. Слава, такой вопрос, зачем ты сказала о своей беременности со сцены? Это пиар? Ну, просто я других путевых не вижу. Он пиар, я просто такой человек, я очень откровенна, и сцена, когда я на сцене, я могу все рассказать, что у меня было вчера, или с кем я даже поссорилась, или что такое, я у меня когда... Но это не было запланировано? Нет, это абсолютно не было запланировано уж точно, я вообще хотела скрыть это и сказать уже, когда я рожу, потому что, я думаю, ну, или когда уже появится живот, когда сами все обратят на это внимание, но когда на сцене, они происходят какие-то вещи, которые я не могу контролировать, очень многое. И если я счастлива, я могу заплакать даже на сцене, если, ну вот, слава богу, пока такого никогда не было, но были такие моменты, когда вот я пою, например, «Я и ты» песню, у меня вот, можно видеть, мурашки идут по рукам, и слезы набираются глазами, то есть я о чем-то думаю, просто я очень откровенно с людьми, если я чувствую их энергетику, если я чувствую, если бы зал был нехороший, у вас был шикарный зал, очень приятные люди, я просто почувствовала, что мне хочется с ними поделиться, хорошими новостями всегда хочется делиться, и я прям вот с удовольствием всем рассказала. Слава, ты шикарно выглядишь, сама знаешь, но честно скажу, что в жизни ты намного интереснее, чем на экране. Вот, и я была абсолютно без косметики, мне говорят, вот такая хорошенькая, такая маленькая, на экране вот такая гигантская, да я сегодня посмотрела, кстати, вот тут даже вот новости, я действительно какая-то очень большая. Это все эти дурацкие плазмы, вообще вы кидываете их, покупаете старые, вот такие телевизоры советские. Вот такой вопрос, много усилий прилагаешь для того, что в форме? Вообще никаких усилий, ничего не прилагаю, ем все, что хочу, но просто иногда, если я чувствую, что полнее, потому что я быстро полнее набираю, потому что я люблю очень картошку, селедку, оливье, вот нас вчера замечательно, организатор просто супер, и встретили, и накормили, прям спасибо вам огромное. И картошка, и селедка, и оливье, и все, я вчера съела, и суп, и курицу, ну я вообще, я обжора. Уже за двоих, уже за двоих, да. Ну нет, неправильно, нельзя наоборот обжираться, когда беременна, просто я очень много трачу энергии, сейчас наоборот придется, конечно, себя сдерживать именно в еде, потому что нельзя будет уже прыгать на дискотеках там, и уже алкоголь нельзя, вчера-то хотелось под селедочку водочки выпить, а, все, уже, да, уже не выпьешь. Вот ты певица и актриса, что для тебя интереснее, на сцене выступать или сниматься в фильмах? Нет, конечно, петь, потому что я человек очень нетерпеливый, очень активный, я не могу, я никогда нигде не опаздываю, я все делаю очень быстро, мне надо все-все-все-все-все-все-все, все очень мобильно, по времени, а там дубль, 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 передубль, тут, значит, это упало, кинофлоу упало, все пропало, короче, это там свет потух, пересъемка, дубль, и, короче, это целый день. Но если тебе пришлось бы выбирать, то вот ты выбрал бы, наверное, все-таки сцену, да? Конечно, петь, петь, потому что это такой энергетический взрыв, ты выходишь, и с тобой происходят такие вещи, как, ну, не наркотик, я не знаю, ну, просто это, ну, надо, ну, видимо, я родилась певицей, потому что я вышла на сцену и поняла, что вот я уже без этого, как бы, ну, совсем, да, не могу. Вот у меня сейчас недавно были каникулы с дочкой, я, 7 дней, я просто хотела с ума, я единственная была рада, что мы вместе, потому что мы, я практически не вижу своего ребенка, вот, это единственное было счастье для меня, но вот так вот сидеть и ничего не делать, это был-то какой-то ужас, мне надо постоянно что-то петь, двигаться, танцевать, не знаю, веселиться. Вот смотри, информация из интернета, читаю дословно, одна из самых, Слава, одна из самых эпатажных певиц на российской эстраде, ты эпатажная певица? Не, абсолютно не эпатажная, может быть, просто, у меня так получается в жизни, все, что я не делаю, какой-то, какой-то происходит, как, как невзрыв, процесс, какая-то, ну, как правильно слово подобрать, да, эпатаж, скорее всего, то есть у меня, это у меня грудь выпала где-то, это совершенно неподготовлено, то я где-нибудь там, значит, еще что-то сказала, упала, не знаю, или что-то. Ну, вот твои клипы, блеск, гламур, это образ жизни или это все-таки образ? Не, ну, это, конечно, образ, я по жизни вообще хожу вот так вот в кроссовках, не накрашенная, сейчас я накрашенная, потому что приехала к вам на передачу, и сейчас у меня еще второй концерт, а так я никогда не крашусь, например. Ну, ты на сцене, перед камерой, ты роль не играешь, ты такая, какая-то есть. Нет, такая, абсолютно такая же, какая-то есть. То есть мне показалось то, что у тебя даже голос изменился после того, как мы начали запись. Нет, единственное, что, ну, это я уже профессиональная, потому что я немножко только проснулась, и немножечко в положении, и немножко такая сонная, и поэтому я как бы держусь, а когда включается работа, я, конечно, я должна быть активной, что я буду сидеть сейчас в Благовещенской, заснула, дайте соленых огурцов, а Масюнька просит. Блин, ну, мы же артисты, мы должны себя в форме держать, в любом, в любом состоянии. Это была Слава, красавица с мужским именем, друзья, вам спасибо за внимание, смотрите Альфа-канал. Славаone, представьте Альфа-канал.